Сибирь в истории России. Продолжается совместный проект телерадиокомпании «Регион Тюмень» и Тюменского музейно-просветительского объединения. На этот раз зрители не только посмотрели два фильма Анатолия Мельчука и Эдуарда Улыбина, но и пообщались с автором сценария. Анатолий Мельчук – маститый журналист. Несколько фильмов в год рождается в сотворчестве с режиссерами телерадиокомпании «Регион Тюмень». Почти два десятка вошли в многосерийный цикл «Сибирь. Сон Бога». Тысячи километров, сотни книг и встреч, десятки страниц сценария. Фильм «Небесный рык» Иоанна Грозного – авторский взгляд на исторические события многовековой давности. Так как человеку свойственно ошибаться, я нынче нахожусь сразу в двух заблуждениях. Сдается мне. Или я пришел к такому умозаключению. Сибирь – это урожденная Россия. В божественном замысле, касающемся России, она сразу была замыслена Всевышним от океана до океана. Люди, которые жили до нас, были совершеннее нас. Слова Акиры Курасавы стали эпиграфом к одной из книг Анатолия Мельчука. Следует высказыванию японского кинорежиссера «Сибиряк» и в своих фильмах. Иногда меня там обвиняют. Что ты ушел в прошлое? Зачем тебе? Почему тебя мало интересуются деменники? Что ты ищешь в прошлом? Я исповедую эту хорошую японскую мудрость. Мы в прошлом ищем людей, совершеннее нас. Изначальную, первичную, первоначальную русскую историю Сибири мы знаем, понятно, если знаем, не всегда догадываясь об этом по Савве Есипову. Второй фильм, который презентовал журналист «Мир и война» Савве Есипова. Удивительное обретение летопись Диака Тобольского архиерейского дома – подлинная документальная запись, малоизвестная в Сибири. Подлинник литературно-исторического памятника «Повесть о городах Тарии и Тюмени» Савве Есипова хранится в научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Консультантом фильма выступил Александр Яманов. Мы отсканировали этот памятник, и теперь у нас есть замысел опубликовать, причем сделать и фоксимиле поместить, затем транскрипцию, затем поместить перевод на современный язык, чтобы он был понятен любому читателю, и сопроводить историческим комментарием, поскольку все-таки именно исторического комментария до сих пор никогда не предпринималось. К реализации этой грандиозной идеи, инициированной Анатолием Амельчуком, уже приступили. А вот другой крупный проект «Сибирский писатель» уже завершил. Автор подписал гостям свою новую книгу «Козырный век. Зачем?». Сегодня просто счастлива, что я попала по приглашению своих друзей. Конечно, счастлива тем, что мне книга была вручена с автографом, счастлива тем, что еще и Галина, оказывается, жена, у него такая же и сестра, то есть еще и фанатка такая же есть. Такую красоту мы видим на экране, но в то же время это фильмы, которые несут очень значимую информацию. И вот в гармонии информации и замечательного визуального ряда, собственно, и рождается настоящее документальное кино. Уже в это воскресенье в музейном комплексе имени Славцова вновь пройдет показ документальных фильмов «Государственная телерадиокомпания «Регион Тюмень». Начало в 15.00. Вход свободный. Марина Уралова, Аксинья Усольцева, Борис Беляков. Новости культуры. Новости культуры. Новости культуры. Новости культуры.